На каких основаниях все-таки, какие аргументы были за то, чтобы оставить все-таки Давидовича за решеткой? Да, Элина, во время оглашения меры пресечения судья приняла во внимание доводы следствия о том, что если Китуашвили отпустить, например, под подписку о невыезде, то он может скрыться, уехать из страны и продолжить свои преступления. На что сам Китуашвили возразил, сказал, что он не может уехать из страны, потому что следователи изъяли его заграничный паспорт. Во время оглашения меры пресечения Китуашвили было заметно, что находится в подавленном состоянии. Он нервничал и сам судье сказал, что находиться в СИЗО для него тяжело не только морально, но и физически, а также он сказал, что хочет домой, к маме. Здесь, в Тверском суде, слушание завершилось совсем недавно, хотя должно было закончиться еще сегодня, примерно в час дня, потому что изначально оно было назначено на 12 часов. Объясню, почему его перенесли. Когда началось слушание 12 часов дня, оно длилось примерно 5 минут, не больше. Защита Китуашвили, Сергей Жорин, адвокат, несколько раз пытался донести судье, сказать ей, что он не успел ознакомиться с материалами дела, до каких забрал помощник судей, однако судья, которая вела слушание, она не давала даже завершить защите адвокату свою мысль, после чего сказала, что дело переносится, слушание переносится на 4 часа дня, чтобы защита успела ознакомиться с материалами дела. Сам Сергей Жорин, адвокат, считает, что такое поведение судьи связано с ее личной неприязнью к его подзащитному Китуашвили. Или вот что он сказал? Эрик в перерыве, да, вот мы с ним общались, он сказал, что он был в шоке. Он не понимает, как такое может происходить. Как могут затыкать рот адвокату? Если адвокату задается вопрос, и судья сама отвечает на этот вопрос, то это, на мой взгляд, ярко демонстрирует то, что у присутствующих, ну, по крайней мере, со стороны защиты нет никаких прав. Я считаю, что в данном деле, учитывая, опять-таки, предопределенность тех или иных событий, все-таки необходимо хотя бы сохранить, хотя бы видимость состязательности процесса. Но то, что я сегодня увидел в суде, меня очень расстроило. Ну, слушание все же продолжилось. Четыре часа дня и началось у нас ходатайство защиты адвоката Сергея Жорина об отводе судьи. И вот, чтобы принять решение, той самой судье потребовалось примерно 5-10 минут, чтобы не удовлетворить ходатайство, получается, о собственном отводе. Я напомню, что накануне было возбуждено уже третье уголовное дело в отношении организатора автомобильного сообщества «Смотра Русь» Эрика Китуашвили. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Китуашвили синициировал угон автомобиля БМВ, за что получил страховку в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Также его гражданскую супругу Анну Каганскую и Китуашвили следователи обвиняют в целой серии угонов дорогих иномарок и получении также страховых выплат более чем в 3 миллиона рублей. Ну, а также отдельный эпизод был переквалифицирован в уголовное дело в незаконной легализации денежных средств, то есть, попросту говоря, об отмывании денег. Вот в течение трех дней защита нам сказала, что обязательно будет обжаловать сегодняшнее решение о продлении ареста до 15 июня. Напомню, такое решение вынесли в Тверском суде. А также адвокат заявил, что будет подавать жалобу в квалификационную коллегию судей о сегодняшнем вот таком поведении судьи. Элин. Да, Жень, спасибо большое, наш специальный корреспондент. Евгения Змановская присутствовал на очередном рассмотрении дела Эрика Давидовича, основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру». Сегодня суд, я напомню, оставил его под арестом до середины июня.